Загадки окружали человечеству во все времена, но самой большой тайной остается извечный вопрос. Как зародилась наша цивилизация? В 1926 году произошло одно малоизвестное событие, которое вполне могло дать ключ к разгадке этой тайны. В одном из рейдов по северу Индии полковник бенгальского кавалерийского корпуса Джеймс Чорчвард приказал отряду разбить лагерь у одного из буддистских монастырей. Сам же Чорчвард отправился к монахам. Ламы встретили полковника дружелюбно и во время трапезы показали ему глиняные таблицы с зашифрованным текстом. В древних манускриптах упоминался некий континент, располагавшийся между северной оконечностью Гавайев и южной стороной острова Пасхи и имевший протяженность несколько тысяч километров. Дальнейшая расшифровка табличек заставила Чорчварда затаить дыхание. В тексте говорилось, что загадочный континент погубили извержения вулканов, землетрясения и высокие волны. И произошло это около 12 тысяч лет назад. От большого куска суши остались лишь мелкие острова. А выжившие обитатели континента расселились по миру, и от них произошли все народы. Из всего этого Чорчвард сделал вывод. Колыбель человечества находилась не на Ближнем Востоке, как утверждает библейское учение, и не в Восточной Африке, как предполагает современная наука, а на исчезнувшем континенте между Тихим и Индийским океанами. В 1873 году французский археолог-любитель Агюст Леп Лонжон отправился на полуостров Юкатан с целью пролить свет на загадку происхождения цивилизации Майя. И вдруг он натыкается на необычный текст. Документ достаточно прозрачно намекает на то, что Майя – народ не местный. Они – предки пришедших сюда издалека беженцев. И бегство этих людей было вынужденным, так как истинная родина погибла в результате страшного глобального катаклизма. В то же время в предгорье потухшего в доисторические времена вулкана Шаста в Калифорнии были замечены некие странные человекоподобные существа. Время от времени эти существа возникали из ниоткуда в поселениях горняков, требовали продовольствия, предлагая взамен огромные золотые слитки. При этом жестами объясняли, что они – потомки уцелевших представителей некой древней цивилизации, чей континент погиб под водой. Когда к вулкану отправилась экспедиция ученых, существа исчезли. Навсегда. И, наконец, уже в первой половине 20-го столетия научному сообществу были представлены расшифрованные таблички из древнего монастыря. Те самые, которые бенгальские ламы показали британскому офицеру и исследователю Джеймсу Чорчварду. Все это явно наводило на мысль, что в истории мироздания нашей планеты не все так гладко, как пытается в этом убедить академическая наука. И что должна была существовать некая цивилизация, которую можно считать самой первой на Земле. И откуда пошел род человеческий? Но возможно ли такое? Я еще помню, когда в школе нам учитель истории объяснял, да и в учебниках говорила, что человек появился 100 тысяч лет назад. И мы в это верили. Уже когда я заканчивал школу, уже говорили, да нет, человек появился где-то 500 тысяч лет. Потом уже в 70-х годах, когда мы познакомились с раскопками во всех странах, континентах, на всех континентах, стали понимать, что человек гораздо древнее. И уже находки, скажем, в Восточной Африке, восточно-африканский рифт, где были найдены останки прочеловека, которому больше двух миллионов лет. В 1877 году в американском штате Невада, во время разработки золотого прииска, рабочие обнаружили странные кости, структуры, напоминающие человеческие. Самым удивительным оказалось то, что длина берцовой кости составляла без малого метр. При расчетах выяснилось, что при таких размерах останков человек должен был бы обладать трехметровым ростом. В 1973 году водитель бульдозера сгребал верхние слои грунта в одном из карьеров на Аляске. Неожиданно нож его машины снес небольшой холм, оказавшийся древним могильником. Прибывшие на место археологи обнаружили там окаменелые останки человека. Но это были останки какого-то гиганта. В огромном черепе насчитали два ряда зубов. Сама же голова была неестественно сплющена. Скелет трехметрового человека был также найден в окрестностях города Боржоми, в Грузии. Его череп был больше человеческого в два раза. Странные находки шокировали исследователей. Объяснить их происхождение не смог никто. В поисках хоть каких-то зацепок исследователи стали изучать старые архивные документы. Например, записки и дневники археологов предыдущих поколений. Неожиданно один из палеонтологов натыкается в научном архиве Нью-Йорка на старую подписку газеты «Бруклин Таймс». В одном из номеров, датированных 1890 годом, исследователю бросается в глаза любопытная заметка. Остатки угасшей расы великанов. Континент, затонувший в Индийском океане. Только высочайшие пики этой земли поднимаются сейчас над волнами. Но они возбуждают интерес у путешественников и ученых. Это была статья никому неизвестного публициста Уильяма Чорчварда. Отца того самого Джеймса Чорчварда. Который спустя 25 лет окажется в Бенгальском монастыре. И прочтет глиняные таблички с упоминаниями о древней таинственной цивилизации. Заметка была опубликована сразу после знакомства с работами Ле Планжона. Однако статью посчитали газетной уткой и вскоре забыли. А между тем удивительный континент существовал не только в воображении экзальтированного автора публикации. Сказки Тамилов, одной из народностей Индии, повествуют о южном материке и великом исходе, возглавляемом богом Шивой. Материк этот был поглощен морской пучиной и именовался он Хитидой. На самом деле об этой цивилизации, которая так называется и немножко созвучно Хеттом, это тоже, наверное, не случайно, они известны очень мало. Потому что обычно упоминают Хетид, Хетид или Хетиду упоминают в одной как бы цепочке, в одной линейке цивилизаций наравне с Лемурией, Пацифидой, Атлантидой, ну и Арктидой, которая как бы немножко в стороне от этого. Буквально крохи известны о том, что локализация, то есть расположение Хетиды, как бы не представляет сомнений, это, в общем, Индостан. Что же это за Хетиды такая? Исследователи пребывали в недоумении. Позже выяснилось, что под этим названием кроется Лемурия или континент Му. Согласно историческим документам в 1860 году, британский геолог Уильям Бландфорд занимался изучением ископаемых растений в древних породах Африки и Индии. И вдруг он обнаружил между находками удивительное сходство. Но такое было невозможно, так как исследуемые участки суши разделялись многими километрами водного пространства. После размышлений ученый пришел к выводу, что на месте Индийского океана существовал древний континент. Прошло всего несколько лет, и у предполагаемого материка появилось название. Это название дал другой британский геолог Филипп Слейтер. Он предложил наречь таинственный континент Лемурии по имени редких приматов, лемурах. Слейтер обратил внимание, что лемуры обитают как на острове Мадагаскар, так и в Индии. А между ними огромный океан. При этом на Мадагаскаре, несмотря на близость Африки, флора и фауна совершенно не похожи на континентальное. Вот такой парадокс был отмечен Слейтером. В 1868 году немецкий биолог Эрнст Геккель доказал, что лемуры могли зародиться лишь на материке. А позже ученый пришел к сенсационному выводу. Из пяти ныне существующих континентов, ни Австралия, ни Америка, ни Европа, ни Африка, не могли быть прародиной, так называемым раем или колыбелью человеческой расы. Это была Юго-Восточная Азия. То есть первые люди появились на некоем континенте, ныне находящемся под водами Индийского океана. Тем временем у пропавшего континента появилось и второе имя. В 1895 году Лёк Лунжон, находясь на полуострове Юкатан, обнаружил надпись на стенах одного из храмов Майя. Когда французский археолог расшифровал надпись, то смог прочитать следующее. Этот храм построен в память далекой земли Му, место рождения наших священных мистерий. Известно только, что люди там жили совершенно другие. Было это очень давно. От 15-го где-то века до нашей эры и вглубь, и намного дальше вглубь. И жили они в основном, как сейчас эзотерики выражаются, в эфирном каком-то теле таком. В физическом теле там практически никого не было. То есть до сих пор не найдено никаких артефактов, ни физических доказательств, ни археологических каких-то находок не было, которые подтвердили наличие вот этой хитиды материально. Действительно, никаких физических доказательств существования таинственной хитиды или лемурии нет. Но так ли это на самом деле? Если принять во внимание результаты исследований биологов об ареале лемуров, абсолютно одинаковых видах растений на Мадагаскаре и полуострове Индостан, плюс находки Люплан Джона на Юкатане, то этого уже достаточно для реальных предположений существования таинственного континента. Однако какие подробности удалось узнать Джеймсу Чорчворду в Бенгальском монастыре? История умалчивает, сколько времени он потратил на расшифровку текстов с глиняных табличек. Но содержание исследователь не мог скрыть. И даже не пытался. Древние манускрипты рисовали лемурию, как огромную холмистую страну, простиравшуюся от Гавайев на севере до самой южной части океана, линии, соединяющие острова Пасхи и Фиджи. Длина континента составляла 8 тысяч километров, а ширина почти 5 тысяч километров. Климат лемурии благоприятствовал человеку. Это были тропические равнины с вечно зелеными пастбищами и возделанными полями при обилии пышной растительности. Вдоль побережья тянулись тенистые пальмовые рощи, а в долинах реки превращались в озера, на зеркальной глади которых распускались священные цветы лотоса. Во всех направлениях, словно нити паутины, расходились широкие ровные дороги, выложенные гладкими камнями, пригнанными друг к другу настолько плотно, что трава не могла пробиться между ними. Весь континент изобиловал яркими красками и жизнью, высшей формой которой были необычные человеческие существа. Их насчитывалось более 60 миллионов. Жители Лемурии слыли высоко цивилизованными и просвещенными. Они обладали даром ясновидения, телепатии, телепортации и могли совершать астральные путешествия. Однако, как это может происходить в реальности, способны объяснить только специалисты в области эзотерики. Мы знаем все прекрасно о том, что человек может входить в состояние медитации. При этом в состоянии медитации, либо просто настроившись на определенные, так скажем, возможности своего организма и сознания, выходить из тела и путешествовать там, где он хочет. То есть пребывать фактически своим сознанием в энергетическом пространстве, не иметь физическую оболочку. Но при этом тело продолжает находиться на земле, допустим, в какой-то позе, некой позе лотоса, либо просто в ближайшем положении. Тело при этом замирает, можно сказать. То есть это практически равно состоянию комы. Человек практически не дышит, ему не требуется пища, не требуется там вода или еще что-то такое. А сознание при этом может пребывать в любом мире, в любом виде, исследованием заниматься любыми. По некоторым версиям, лемурийцы являлись представителями загадочной страны Шамбалы. Эту страну когда-то очень хорошо описал русский востоковед, путешественник и художник Николай Рерих. Он рассказывал, что обитатели Шамбалы могут исчезать или появляться как угодно и где угодно. Современные ученые давно занимаются опытами по переходу из физического мира в тонкие и утверждают, что это возможно. Кроме того, лемурийцы умели использовать энергию солнца и кристаллов, а также сверхзвуковые частоты. Но наука не играла большую роль в их жизни. Они стремились к единению с природой. И из природы черпали свои силы и возможности. В переданных монахами Чорчеварду Глиняных табличках есть упоминание о том, что лемурийцы были способны обогнать любое животное, потому что перемещались, используя полностью сенсорную возможность для бега. Они проецировали направление движения с помощью своих ощущений и выбирали путь наименьшего сопротивления. Лемурийцы не тратили ни одного усилия впустую. Кроме того, обитатели таинственного континента освоили левитацию. То есть они могли преодолевать гравитацию и поднимать собственные тела над землей, а затем мгновенно перемещаться в пространстве. В древнеиндийских источниках есть много упоминаний о левитации и о способностях людей приподниматься над землей без каких-либо механизмов, зависать и даже передвигаться по воздуху. Левитацию сейчас можно продемонстрировать. Люди обладают определенными знаниями о левитации и умеют это делать. Нужно понимать, что весь наш физический мир на самом деле это энергия. Энергия просто в такой, в конечной форме. Но тем не менее она движется. И с этой энергией можно взаимодействовать. Никто не мешает нам сделать так, чтобы наше тело потеряло вес, либо чтобы мы путем взаимосвязи с землей, земной поверхностью могли приобрести состояние, позволяящее нам превзойти гравитацию. В этом земном рае люди верили в бессмертие души. Считалось, что после смерти она возвращается в тот самый великий источник, откуда когда-то вышла. При этом обитатели Лемурии никогда не болели и жили более ста лет. В расшифрованных Чорчвордом древнеиндийских манускриптах упоминается и о семи главных городах таинственного континента. Безусловно, это были центры науки и религии, образования и торговли. Храмы в Лемурии создавались из резного камня и не имели крыш. Их можно считать храмами Солнца с обязательным условием, чтобы лучи небесного светила освещали молящихся. Огромные полупрозрачные дворцы создавали ощущение вечности и непоколебимости. А внушительные монументы-монолиты украшали городские пейзажи. Но был еще один город. В самом центре континента. Назывался он Терра. Это был секретный объект, поскольку вся его инфраструктура находилась в глубоком подземелье. Мало кто знал об этом, но создавался город Терра неспроста. В один определенный момент он сыграет свою роль в судьбе обитателей Лемурии. И еще. Общались лемурийцы между собой бессловесно. И это тоже была одна из отличительных особенностей процивилизации нашей планеты. При этом безмолвный разговор мог происходить между собеседниками, даже если они были вне поля зрения относительно друг друга. Дело в том, что на этом уровне общаются и наши цивилизации, и особенно точно уже это известная цивилизация древности. Потому что раньше не было технологий подобных современных, такие как мобильный телефон, интернет. Это люди довольно-таки хорошо владели методикой передачи мыслей на расстоянии. То есть и сейчас можно общаться с помощью мыслей на любом расстоянии. То есть при этом расстояние роли не играет. Достаточно настроиться друг с другом, и можно свободно общаться. На континенте жило несколько раз. Людей с желтой, коричневой и даже черной кожей. При этом основными обитателями были бледнолицые с большими глазами и рыжими волосами. Лемурийцы путешествовали по всему миру на больших кораблях и создавали колонии цивилизации в Атлантиде, Америке и на Ближнем Востоке. Но однажды произошла чудовищная катастрофа. Огромный континент под воздействием землетрясений и изрыгающих раскаленную лаву вулканов рассыпался на множество осколков. Часть осколков ушла на дно. Другая часть осталась над поверхностью океана, превратившись во множество больших и малых островов. Сам центр Лемурии остался, но медленно уходил под воду, практически на самое дно Индийского океана. Затем поднялось беспощадное двухкилометровое цунами и смыло города, селения, людей, уничтожило растения и животных. Во всяком случае, именно так описывают глобальную катастрофу и гибель континента древние тексты на глиняных табличках, расшифрованные британцем Джеймсом Чорчвардом. Так ли это было на самом деле? Судить сложно. Сегодня трудно вообще говорить о том, от чего могли гибнуть цивилизации в доисторическое время. То есть, если сегодня мы можем вычислять просто тайфуны с точностью до дня, там и какие-то катаклизмы природные, и предсказывать некоторые вещи типа цунами, с точностью до нескольких дней, например, но не больше. То применительно к тому времени это вообще невозможно никак использовать, потому что тогда непонятно, какие вообще законы природы действовали. То есть, может быть, тогда была другая физика Земли, другая биология тех существ, которые жили. Согласно выводам Чорчварда, просуществовала Лемурия Безмалова 4,5 тысячи лет. При этом еще очень долго над Индийским океаном возвышалась центральная часть континента и последний уцелевший город Таро. Когда началась катастрофа, городские власти раскрыли секретные входы в его туннели, раздвинулись каменные ворота в скалах, откинулись крышки люков над потайными колодцами, которые вели к центру Земли. И главный лемурийский вождь под гипнозом увел десятки тысяч людей и животных в подземные города, спасая их от верной гибели. Там им предстояло переждать величайшую катастрофу и затем перебраться подземными путями на другие континенты. Там, в чреве Земли, им предстояло прожить не одно десятилетие. Да, там могла быть и высокая культура. Естественно, под землей люди освоили это пространство, развивались ремесла. Прежде всего, люди, жившие в пещерах, они как бы были ближе к рудам различным, и добывали металл, и, естественно, там же и обрабатывали этот металл. Вулканы продолжали извергать раскаленные камни и пламя, посыпая кругу пеплом. Но их рычание становилось все тише, а появлялось оно все реже. Земля быстро покрывалась свежей растительностью. Прошло время, и из подземных городов поднялись на остывающие от лавы поверхность планеты уцелевшие люди и животные, постепенно расселяясь по новым континентам. А небольшая часть лемурийцев успела перебраться на западные острова, которые спустя некоторое время соединились с другими частями суши, образуя новый континент, Атлантиду, впоследствии также канувшую в океанскую пучину. А от самой лемурии остались лишь нынешний Мадагаскар, Цейлон и небольшие клочки земли в Индийском океане. Но это всего лишь предположение, так как факт существования таинственного континента с процивилизацией Земли до сих пор никем не признан. Продолжение следует...